Все эти процессы — причина гравитации. Повторяемость элементов эфира определяет повторяемость происходящих в нем электромагнитных процессов. Именно она образует всеобщие закономерности, определяющие законы классической физики для нашего мира. Что касается энергии наномира, то она превышает ядерную в немыслимое число раз — 10 в 74 степени. Вращательное движение элементов эфира можно преобразовать в колебательное и далее в электрический ток. Подобно тому, как скрытая энергия пара превращается в движение паровоза. Нужно только сделать паровоз для наномира, который заставил бы требезжать его элементы. В случае удачи это принципиально новый источник энергии, создающий электрический ток высокой частоты буквально из любой точки пространства. Проводник специальной формы направляет колебания элементов эфира вдоль своей поверхности, заставляя их дребезжать. Важно, чтобы этот дребезг не затухал. Для этого проводник должен их сохранить. Такой проводник называют резонатором. Колебания сохраняются, если потери на излучение будут не более одной сотой процента. В фильме, особенно компьютером, возможно все. Но в реальности все значительно сложнее. Чтобы добиться резонанса, необходима высочайшая точность изготовления резонатором. Исключительная чистота материалов, разработка и внедрение новых технологий. Ясное понимание организации материи на субатомном уровне. Ну и, конечно же, финансирование реализации идеи. Это радиотехническая лаборатория. Здесь проверяют наличие резонансных свойств различных систем. В нашем случае это так называемый трезубец Нептуна. Подключаем заземляющую шину и генератор сигнала передатчика. Электромагнитным щупом снимаем отраженный сигнал. Сигнал зависит от положения щупа. Максимальное напряжение возникает на остриях проводников. Возбудить резонатор непросто. Но прибор фиксирует наличие резонанса. Эта решетка состоит из нескольких крестообразных резонаторов. Чем меньше радиоволна она излучает, тем лучше ее резонансные свойства. Отсюда очень высокие требования к качеству поверхности и симметрии конструкции. Попробуем измерить потери на излучение. И здесь отраженный сигнал зависит от положения щупа. Для любых известных резонаторов коэффициент отражения меньше единицы. Но в нашем случае он больше. Это значит резонатор преобразовал внутреннюю энергию эфира в электрическую. Гипотеза о возможности использования энергии наномира подтверждается. А следовательно делает бессмысленными все усилия человечества по усовершенствованию сжигания дров, угля, нефти, добычи экологически опасной химической и ядерной энергии. Как известно, все проекты вечного двигателя даже не рассматриваются ни одним патентным бюро мира. Но у нас в руках не вечный двигатель. Это лишь преобразователь внутренней энергии эфира в электрическую. Другое дело, что сама энергия среды наномира неисчерпаема. Движение среды, воздуха в данном случае, полощет флаг. По законам физики можно представить и движение флага относительно воздуха. Подобно тому, как плывет в воде рыба или ползет по земле уш. Они используют окружающую среду для передвижения. Но, как оказалось, можно использовать для движения и среду наномира. Если нарушить симметрию резонатора, силы не будут уравновешиваться, и он оттолкнется от эфира, как уш или рыба от воды. Это резонатор, преобразующий внутреннюю энергию наномира в электрическую. Другие хорошо работающие модели вдруг оказались невероятно знакомыми. Презупция Нептуна, Зевса, Шива, Перуна и других богов. Все они символы силы и энергии. Случайно ли это? Это модель структуры наномира с осями симметрии. В таком ракурсе явно видно, что основой ее является христианский крест. Однако в другом те же оси образуют библейскую звезду Давида. Компьютер еще ярче выявит этот феномен. Это вращение модели электронного пропеллера, он же чертово колесо. Здесь в перекрещении осей ясно просматривается свастика. Странная вещь. Научная модель наномира объединяет символы различных религий. Странно. Но случайно ли это? Если антенна может трясти эфир, не может ли она оттолкнуться от него, как рыба от воды? Долго ли, коротко ли шли исследования, но завершились они созданием простенького двигателя для дешевенькой летающей тарелочки. Их появление оставило различные религиозные символы. Черный квадрат. Черный квадрат. Крест. Языческий крест народов Коми. Удмуртский крест. Трубчевскую серьгу. Латвийский узор. И тут просто сам собой возникает вопрос. Что если подобные аналоги порождены реальными прототипами, преобразователями энергии? Как-то вдруг оказалось, формы и структура наших моделей всегда воспроизводились в традиционных орнаментах, узорах, в утваре. В элементах решеток и оград. В огромном количестве ритуально-магических и декоративных предметов. А может это действительно память о посещениях? Ведь построили же соломенный самолет туземцы, увидев американский бомбардировщик в известном фильме «Воспоминания о будущем». А может быть, о прошлом? Та же связь форм лучших моделей прослеживается в церковной архитектуре. Модель пятикупольного двигателя. Его проверить проще, чем резонатор. Достаточно подключить к нему источник энергии, и разряды тока возбуждают резонатор, и он начинает двигаться в полном соответствии с законами классической физики. Можно подумать, что движение связано с искрением и другими побочными эффектами. Однако эксперименты показали, что влияние разрядов и ионных потоков снимает герметическая камера. А круговая траектория снимает эффект магнитных и электростатических полей. Двигатель работает даже внутри металлического экрана. Резонаторы могут менять свою форму, сохраняя резонансные свойства, так как важным является лишь симметрия формы. Но как сделать двигатель мощнее? Можно соединить в батарею много элементов. При этом все они должны работать в одном направлении. Такое преобразование позволяет сохранить резонансные свойства. Повторяя операцию по другой оси, можно увеличить силу тяги. Дальнейшее уплотнение системы увеличивает ее удельную мощность. Учем не ковер-самолет. А может быть так и было? Разработка и освоение таких источников энергии приведет к новой технической революции, подобной тем, что являлись с приходом века пара, века электричества, века атома. Только этот источник энергии вечный и экологически чистый.